всем привет из франции мои самые наилучшие пожелания я девочки подстриглась уже почти вот челочка моя доросла до основной длины волос думаю что вот такую длину и оставлю длиннее не хочется потому что лето жарко и сегодня купила новые тени сейчас покажу сегодня сделала новый макияж при использовании новой палетки и новыми кисточками вроде бы получилось неплохо неплохо такая удачная подборка оттенков вот как раз те что я использую и такие более темные с синим оттенком все пастельные тона такие теплые очень довольно когда еще выбирала у меня было сомнение взять или такую там было больше ну как мало бежевой гаммы и более такая голубые серые светло-серые рада что выбрала именно эту что мои хорошие я уже собиралась ложиться спать сняла всю косметику сделала маску нанесла питательный крему лицу до видно что лицо блестит но в принципе это не так важно вы меня уже видели в каком только видим и вы меня уже не видели хочу сейчас ответить на вопрос который пишут мне люди вообще на канале после 24 числа появилась такая категория зрителей у которых есть время посмотреть сюжет есть время накатать вот такой коммент но нет времени почему-то прочитать мой ответ на этот коммент поэтому я решила как в поговорке не стоит откладывать на завтра то что можно сделать сегодня может быть люди посмотрят услышат то что они хотят слышать и отстанут наконец-то от меня с этим вопросом меня спрашивают и не только спрашивают и обвиняют почему как так можно почему ты до сих пор ведешь канал на русском языке притом замечу эти комменты нет украинских зрителей у меня к вам встречный вопрос почему у вас не колыхало до 24 февраля что канал идет на русском языке почему это сейчас вас так волнует почему это что ты должна закрыть ты должна прекратить ты не имеешь право да кто вы такие чтобы мне запрещать вообще что то делать с какой стати украина свободная страна мы разговариваем на том языке на котором мы хотим вот сумах мы на служике говорим и никого это не смущает никого это не волнует никого это не колышет во франции то же самое тоже свободная страна я на каком языке хочу на таком и говорю но опять же вернемся к вопросу потому что достали уже вот уже вот здесь вот почему на русском впереди я 24 25 26 не знаю 1 марта на украинскую мову чтобы вы писали чтобы вы мне вот предъявляли а вот видите даже вот она вела столько лет канал на русском языке а теперь вот это вот они вот это вот нацисты и и заставили обязали говорить на украинской мове нет никто меня ни к чему не обязывал никто меня ни к чему не заставлял поэтому такого вы сказать не можете второе к счастью все украинцы прекрасно понимают прекрасно пишут прекрасно говорят как на украинской мове так и на русском языке и как я вижу никого это не волнует на каком языке почему не поменяла почему продолжаю у людей намного сейчас а другом болит голова болит душа болит сердце переживания чем на каком языке я веду свой канал причем здесь язык не язык ведет войну не язык убивает людей это люди делают это россияне которые пришли в украину они это делают поэтому опять же кому надо тот прекрасно понимает хоть на мове хоть на языке и следующая это тоже как бы одна из причин по которой я пишут в инстаграм ну что ты уже не пишешь или там где на россии на русской на русском языке только украинскую мову и пишу да пишу хочу и пишу если я буду мои видео снимать на украинском языке на украинском на украинский мове то первое вы не поймете о чем речь и второе что еще хуже вышла своих вот этих вот непонятных переводчиках переведете абсолютно с другим смыслом мне это тоже сто лет не надо но что украинскую мову в эту российскую понимают прекрасно а украинскую нет и поэтому зачем мне нужно что кто-то там опять будет где-то писать вот она сказала то 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 абсолютно другой смысл а так на языке которые вы понимаете я рассказываю то что происходит на самом деле поэтому что касается языка это мне решать и не кому-то там который вот так вот прям вот систематически пишет и на двух каналах плиту васи кати петровы ивановы вот ну сидят вот и строчат и строчат изо дня в день сколько раз я уже отвечала я тоже что я сейчас озвучила я вам писала в комментариях читать наверное не умеете но писать то пишите может найдете время может почитаете не почитаете посмотрите это видео не поймете с первого раза еще раз посмотрите со второго не поймете еще раз посмотрите но оставьте в покое язык оставьте в покое меня на каком языке хочу на таком и говорю я прекрасно опять же как и все украинцы пишу читаю и понимаю украинскому поэтому говорить о патриотизме да я представляю и перейди я вот на украинскому чтобы было написано это и и потому заставили перейти вот людина говорила делала все как надо а там наш в сибири родилась сколько еще упреков советский союз был даже если вы не помните люди в 50-х годах кто-то в узбекистане рождался кто-то в казахстане кто-то в беларуси кто-то в украине кто-то в россии и то же самое сказали это вот вот ее прижали заставили да никто никого нас не заставляет вообще ни к чему жили прекрасно мирно замечательно свободная страна которая развивалась и чё теперь все что мы говорим не одна я весь мир говорит понимаете не только блогер я про блогеров вообще уже даже не хочу эту тему затрагивать весь мир говорит президенты премьер-министры это все фейки и что по-вашему правда не знаю я вот то ли слепые то ли глухие то ли ну уже как объяснять что понимать ведь наступит тот день когда победа будет за нами когда все вот это вот на ваших телевизорах покажут по вашим программам что люди будут отвечать за все что вот это творится и что тогда вы будете писать что тогда вы будете говорить понимаете ни одно преступление не осталось без наказания есть суд тот который на земле есть божий суд и вот это насколько нужно быть абсолютно каким-то безбашенными или я даже не знаю кем это нужно быть чтобы поддерживать чтобы еще и упрекать там патриоты не патриоты вот как ты можешь вот как ты там ты родилась и так далее так что мне теперь да я родила этого этого не никуда не денешь это действительно так но это не означает что я буду поддерживать то что происходит да никогда в жизни никогда в жизни те французы те итальянцы те американцы те грузины азербайджанцы китайцы индейцы индусы кто были в украине под вот этими бомбежкам да никогда никогда никто из нас где бы мы не родились не будут вот это поддерживать языки вы видите не нравится да радуйтесь что вам вещают на том языке какие вы разумеет и ой она все дело здесь хохоха ответила надеюсь что поняли всем спокойной ночи подумайте о будущем подумайте вообще чуть-чуть головой подумайте потом уже тогда возвращайтесь стоит ли вот эту дребедень писать стоит ли вот эту делать пакость которую вы делаете или же все-таки сейчас время задуматься серьезно задуматься и остановиться все буду украина